16 февраля днем примерно в 2 часа аварию полицейские зарегистрировали на улице Баятурсынова, недалеко от пересечения с улицы Турикулова, рядом с бизнес-центром. Здесь столкнулись три автомашины Митсубиси, Ауди 100 и Лада Ларгус. Как рассказали участники ДТП, Ауди и Митсубиси ехали по улице Баятурсынова в одном направлении, двигаясь с улицы Желтоксан. А Ларгус выезжал на дорогу со стоянки бизнес-центра и хотел влиться в автомобильный поток. Ларгус выезжал с выезда. Ауди, да, потом у вас? Ауди сначала Ларгус ударил и начал убегать, не меня ударил. Сразу после ДТП водители вызвали выездную группу дорожно-патрунной полиции своих страховых агентов. Сотрудники страховой компании на место происшествия приехали уже через полчаса, дав необходимые рекомендации своим клиентам. К счастью, в этой аварии никто из людей не пострадал, но автомашины понесли материальный ущерб. Наиболее ощутимый урон получил Ларгус. Сейчас степень вины водителей, чья страховая компания возместит материальный ущерб, выясняют инспектори дорожно-патрульной полиции. А в тот же вечер, 16 февраля, вечером, примерно в 9 часов, еще одно уже крупное ДТП полицейские зарегистрировали на углу улиц Диваева и модели Хожа. Здесь столкнулись автомашины BMW 5-й модели и Nexia Ravon. Как рассказал водитель Nexia, обе автомашины двигались в одном направлении от улицы Адербекова к Казыбек-Би. Подъезжая к улице Диваева, владелец Равона, двигавшийся впереди, хотел повернуть налево и в этот момент с этой же стороны водитель BMW пошел на обгон. Столкновение произошло в центре перекрестка. От сильного бокового удара немецкая автомашина вылетела с дороги и врезалась в угловой дом, зацепив по дороге светофор. В результате этого ДТП серьезные травмы получил водитель BMW. Его врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас степень вины водителей в этой аварии также устанавливают полицейские. Кто возместит материальный ущерб и урон здоровью водителя, решит административный суд. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Ордобасинского района совместно с полицейскими местного РУВД провели рейд по профилактике пожаров на автомобильном транспорте. В ходе отработки они проверяли комплектацию автомашин, в частности наличие огнетушителей, а также вели разъяснительную работу. Взяться за решение этой проблемы их заставила прошлогодняя статистика возгорания автомашин. В этом году только за один месяц на транспорте уже зарегистрировано пять пожаров. К счастью, в них никто не пострадал. Огонь нанес ущерб на сумму 3 миллиона 500 тысяч тенге. Рейды по предупреждению пожаров специалисты по ЧАЭС планируют проводить и в других районах области. В прошлом, в 2017 году в области зарегистрировано 153 случая возгорания автомашин. В результате этих происшествий в огне погиб один человек и два человека получили отжоги. Огнем нанесен ущерб на сумму 156 миллионов 500 тысяч тенге. И ценности на 227 миллионов тенге удалось спасти в ходе тушения пожаров. Полицейские шимкенты раскрыли очередное ограбление. В январе этого года в Альфа-Рабийский отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ночью к ней в дом проникли неизвестные лица и похитили деньги, сотовые телефоны и другие ценные вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Альфа-Рабийского отдела полиции задержали двух подозреваемых жителей шимкента 20 и 25 лет, ранее судимых. В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены в изолятор временного содержания. Чтобы не стать жертвой ограбления, полицейские шимкента рекомендуют гражданам быть бдительными и соблюдать некоторые превентивные меры безопасности. Не стоит оставлять дверь и окна своих жилищ открытыми и не стоит пускать в дом незнакомых лиц. По возможности установить в доме охранную сигнализацию, тревожную кнопку и домофон. Деньги и ценные вещи стоит хранить в надежных местах, скрытых от посторонних глаз.